Добрый день, меня зовут Барабанова Ирина, и в рамках текущей презентации я бы хотела рассказать про настройку модели машинного обучения и ее практическую реализацию при создании AutoML фреймворка FIDOT. Коротко о том, о чем сегодня пойдет речь, это почему или зачем создавать AutoML фреймворки, какие проблемы они способны решить или уже решают, а также какую роль играет настройка модели при создании такого фреймворка или, в принципе, для получения объективно лучших результатов. Рассмотрим используемые методики на примере реализации фреймворка FIDOT. Говоря о том, какие проблемы решает AutoML, стоит сказать, что изначально создание таких фреймворков было призвано решить, прежде всего, проблему оптимального выбора моделей для конкретных задач, однако решая задачи реального мира и применяя методы машинного обучения, зачастую сталкиваемся с тем, что необходимо выполнять какую-то предобработку данных, и в результате выстраивается целая логическая цепочка этапов, которые необходимо преодолеть для того, чтобы получить необходимые валидные результаты. И, казалось бы, с точки зрения такой постановки задачи вполне бы справился какой-нибудь пайплайн, реализованный в библиотеке Scikit-Learn, который, по сути, и выполняет эту последовательность из-за предобработки данных, из-за выполнения конкретной модели или даже нескольких моделей, однако стоит отметить, что выбор методик предобработки или выбор конкретных моделей будет полностью лежать на плечах исследователя, и таким образом мы говорим о влиянии человеческого фактора для решения конкретной задачи. И все эти нюансы, как и в любой сфере автоматизации, они призывают к стремлению уменьшить влияние человеческого фактора в данном случае для получения максимально объективных результатов предсказаний. Таким образом, можно сказать, что Автомей, в принципе, призвано решить проблемы выбора модели для задачи без участия исследователя, без участия человека. Кроме того, он вполне способен покрыть такие этапы, как предобработка данных, а также настройка моделей или даже выбор параметров с целью сокращения размерности задачи. И надо сказать, что на данный момент существуют некоторые готовые решения по HTML, которые разнятся по каким-то особенностям архитектуры, наличию определенного функционала или так называемого бэкэнда, то есть то, на основе чего был построен данный фреймворк. И стоит отметить, что интерфейс данных фреймворков достаточно похож на интерфейс любой модели машинного обучения, имеет методы fit и predict, поэтому, в принципе, использование таких фреймворков упрощает исследование, упрощает жизнь по сути исследователю и тем не менее улучает результаты. Однако, создавая новый фреймворк, который по сути должен был решить как минимум часть таких же проблем и часть других, были заданы соответствующие вопросы, которые и необходимо было найти определенные концепции, которые бы отличали новый фреймворк от всех уже имеющихся. И, на самом деле, такие концепции были найдены. Говоря о разработке фреймворка FIDOT, мы говорим о реализации генеративного машинного обучения, которое решает проблему автоматизированного процесса моделирования для каких-то нестандартных задач, допустим, моделирования природных процессов. Кроме того, фреймворк включает в себя библиотеку с реализациями интеллектуальных алгоритмов для идентификации моделей, построенных по принципу Data Driven и способных решать конкретные задачи в сфере финансов, каких-то либо социальных или физических процессов. И такое применение экспертной области в совокупности с Data Driven подходом, в принципе, учитывает особенности моделируемых процессов, а архитектура фреймворка позволяет пользователю применять современные подходы, а также заново использовать полученные в ходе оптимизации решения для конкретной задачи. Кроме того, приостанавливать или возобновлять какие-то процессы фреймворка в любой момент исследования таким образом, что исследование в принципе не доставляет никакой сложности для исследователя. И, говоря все цело, фреймворк Redot ставит своей целью повышение качества анализа не только данных, но и принципов природных, технических и каких-либо других процессов путем создания как композитных моделей, то есть выстраивания цепочек из уже известных моделей, также и моделей на основе, построенных на основе данных с учетом применения каких-то экспертных знаний. А говоря о цели повышения качества, предусматривается, разумеется, наилучший подбор, подбор наилучшего решения для конкретной задачи, которое может опираться на многие факторы. И одним из таких факторов является как раз-таки настройка моделей. В рамках разработки данного фреймворка был проведен ряд исследований, о которых мы сейчас и поговорим. На самом деле для начала стоит обратить внимание, что в принципе настройка моделей представляет собой настройку ее гиперпараметров. Гиперпараметры модели — это параметры, которые влияют на результирующие данные, но при этом они не участвуют в процессе обучения модели. То есть это те самые параметры, которые мы можем наблюдать, изучая документацию какой-либо модели или же обратившись к атрибуту getparams любой модели. Так мы можем наблюдать, что у, например, модели логистической регрессии есть некий параметр C, который будет влиять на значение, на результирующие значения. И на самом деле стоит немного посмотреть шире к подходу поиска таких наилучших моделей с точки зрения немного теории. То есть через какие этапы нам необходимо пройти для того, чтобы настроить нашу модель под конкретные данные. И этапы эти следующие. Для начала нам необходимо выбрать гиперпараметры для настройки. Этот этап очень важен, потому как выбрать нужные параметры очень так же важно, как и не выбрать ненужные. Говоря простым языком и возвращаясь к нашему примеру модели логистической регрессии или случайного леса, есть параметры, которые необходимо оптимизировать. Такими параметрами в очередной раз у логистической регрессии будет являться параметр C. И, допустим, у модели случайного леса такие параметры, как максимальная глубина деревьев или же количество итераций, количество деревьев, которые необходимо сделать. Однако существуют такие параметры, как verbose, который, в принципе, отвечает за вывод лог-информации на консоль, или же параметр njobs, который отвечает за параллельность вычислений. То есть это, по сути, те параметры, которые, да, не влияют на работу вычисления нашей модели, однако на изменения данных, результирующих, они никак не влияют. Таким образом, мы выясняем, что не все параметры подлежат оптимизации. Кроме того, необходимо составить пространство поиска для модели. И на самом деле лучше показать на конкретном примере. Так в результате применения данного подхода в рамках создания фреймворка были созданы для некоторых моделей, скажем так, тестовые значения пространства поиска. По сути, это словарь, ключами которого являются параметры необходимые, параметры, которые необходимо оптимизировать. И значениями будут возможные значения для данных параметров. Стоит сказать, что построение вот этого пространства поиска, создание такого образа словаря является одной из ключевых задач для того, чтобы, в принципе, преуспеть в оптимизации гиперпараметры. Ну и третьим пунктом является, на самом деле, непосредственно выбор автоматизированного способа для решения. И некоторые реализованные техники мы разберем, как только обратим внимание на некоторые нюансы, которые стоит соблюсти при составлении того самого пространства поиска. Прежде всего, необходимо понять, есть ли зависимость между параметрами. Возможно, замечали, что когда мы используем модель логистической регрессии, параметр solver и параметр penalty, они взаимосвязаны. Связаны и не все, вернее, лишь некоторые алгоритмы решения, то есть наши solver, могут работать только при условии, если параметр penalty выставлен в значении L2. И такие нюансы техники оптимизации не учитывают, поэтому это должен учитывать сам исследователь, когда составляет словарь с пространством поиска. Кроме того, необходимо учитывать объективность значений. Пять деревьев — это не лес. Имеется в виду, что при использовании модели случайный лес не стоит выставлять малое значение для количества построения деревьев или очень высокое значение для глубины деревьев, потому как это может привести к необъективным данным. Ну или же другой пример выставления параметра количества соседей в алгоритме к ближайших соседей. Соответственно, один тоже не сосед. И, наверное, еще один момент, на который стоит обратить внимание, это размер прироста параметров. Соответственно, возможно, не стоит увеличивать количество деревьев по одному, или же, допустим, не стоит параметр C увеличивать на одну тысячную и проверять все возможные значения. Стоит точно так же объективно относиться к выстроению возможных значений для конкретного параметра. И в данном случае в помощь приходят такие функции, как range, который может проитерироваться по целочисленным значениям, или же функция range из библиотеки NumPy, которая работает с десятичными значениями. Еще одной полезной функцией будет являться функция winSpace из библиотеки NumPy, которая способна разделить ваше пространство на указанное количество значений. И, переходя уже конкретно к готовым техникам реализации, мы будем рассматривать их теоретическую составляющую и пример использования в рамках фреймворка FIDOT. И первой техникой является техника grid search. Она обладает рядом преимуществ, первое из которых является то, что это самый простой способ понять того, как происходит поиск параметров. У нас есть заведомо определенное количество параметров и заведомо определенное значение параметров. Так вот, grid search обязан пройти все комбинации параметров, и из, соответственно, заданного пространства поиска он способен найти наилучший вариант, то есть он способен найти наилучшие значения, которые мы можем получить, обратившись к атрибуту bestparams, и получить, соответственно, наилучшую модель, которая уже содержит лучшие параметры и уже обучена на наших тренировочных данных. И, наверное, сразу приходит понимание того, что при большом количестве параметров и при большом пространстве поиска для данных параметров количество итераций, оно возрастает логарифмически, и в связи с этим очень высокая вычислительная стоимость у данного подхода. А кроме того, все полученные модели, они не зависят друг от друга, но об этом мы поговорим еще чуть позже. И, соответственно, для того, чтобы сократить, прежде всего, высокую вычислительную стоимость, был придуман другой способ, который подразумевает собой случайный выбор, и проще всего объяснить его на конкретном примере. Во-первых, в реализации данного подхода присутствует доля вероятности. И представим, что у нас есть некие два параметра для какой-либо модели, каждый из которых имеют 10 значений, необходимых для проверки. Таким образом, у нас получается пространство поиска из 100 моделей, которые необходимо было бы проверить, используя мы Grid Search. Но представим, что у нас есть некая совокупность моделей, которые обладают наилучшими параметрами, и сориентированы они примерно в одной области. Каким же образом нам получить хотя бы одну из этих моделей, буквально не проверяя каждую модель? Есть способ, допустим, что на первой итерации вообще вероятность получения данной, так называемой, хорошей модели будет равна 5%, потому как у нас всего 5 моделей на 100 исходов. Соответственно, промахнуться мимо этой хорошей модели и выбрать нехорошую, мы можем вычесть из единицы 5 сотых, и таким образом мы получим вероятность получения неправильной модели. Проходя дальнейшее по итерациям, мы понимаем то, что вероятность выбора неправильной модели, она по сути уменьшается с каждой итерацией, то есть на второй итерации это будет квадрат этого выражения, на третьей кубы, ну и, соответственно, через n итераций очень маловероятно, что мы попадем в одну из, опять, неправильных моделей. Но так как нам нужны правильные, соответственно, мы преобразуем это выражение, и нам всего лишь необходимо понять, через какое количество итераций мы с 95% вероятностью можем получить одну из хороших моделей. И решив это уравнение, мы понимаем, что вполне 60 итераций будет достаточно для того, чтобы быть убежденными в том, что мы взяли одну из наиболее лучших моделей. И прежде чем сравнивать два данных подхода, хотелось бы обратить внимание на то, как их можно использовать на языке Python. В библиотеке Scikit-learn вы можете импортировать их из модуля Scikit-learn Model Selection, как Randomized Search CV и Grid Search CV. У них схожий интерфейс. Обе модели принимают так называемый метод вычисления, то есть это непосредственно модель Escaler, логистическая регрессия, случайный лес и так далее. Затем нам необходимо передать то наше самое пространство поиска, наш самый словарь. И, в принципе, для стандартного получения лучших параметров и лучшей модели этого будет вполне достаточно. С исключением одного факта, что Grid Search не ограничен по вычислениям в том плане, что, как мы уже говорили, ему необходимо проверить абсолютно все комбинации. В то время как Randomized Search принимает так называемое значение количества итераций, которое, по сути, его и ограничивает. И если бы мы решали конкретно вот эту задачу, мы могли бы смело указать значение итераций равно 60, и тогда мы бы с 95% вероятностью получили бы одну из лучших моделей. Но так как задачи обычно не более комплексные и количество итераций заведомо нам неизвестно, то мы можем установить здесь определенное число, которое бы... по вычислению которых мы бы получили достаточно хорошую модель. Если сравнивать данные два подхода, то стоит сказать, что чем больше параметров, которые необходимо проверить, или чем больше данных, на которых модель обучается, или же чем больше пространства поиска для конкретных параметров, то, скорее всего, выбор пойдет на Random Search, потому как он способен найти один из лучших результатов быстрее, нежели мы будем проводить огромное количество итераций для того, чтобы гарантированно найти лучший результат. И, тем не менее, Grid Search вполне возможно использовать, если вы обладаете определенными вычислительными мощностями. И что еще хотелось бы отметить в том, что Random Search учитывает распределение возможных значений в пространстве поиска. Ну, по умолчанию, да, он использует равномерное, что говорит нам о том, что любой параметр из пространства поиска будет выбран равновероятно. И еще одно, что хотелось бы обратить внимание, это в том, что в названиях присутствует обозначение CV, что означает кросс-валидации, и в параметр CV мы также можем указать количество сегментов, на которые бы мы хотели разделить наши данные для того, чтобы провести валидацию параметров. просто напомню, что кросс-валидация подразумевает собой разбиение данных на N-сегментов и итеративно использовать один сегмент в качестве данных для валидации, а все остальные сегменты для обучения. Однако что еще хотелось бы отметить, так это то, что данные подходы, как я уже говорила, считаются неинформативными, говоря о... когда мы говорили о том, что наши модели независимы друг от друга. Соответственно, что нам это дает? Нам это дает тот факт, что модели имеют в виду модель grid search или модель random search, они не обучаются, они просто перебирают известные им комбинации для того, чтобы по каким-то параметрам найти лучший вариант. Однако есть сегмент моделей, которые информированы, скажем так, информированы, и одним из таких является поиск по принципу байса, который использует обычный статистический метод, позволяющий определить вероятность какого лица события при условии, что произошло другое событие. И в данном случае вот этим событием, при котором случается другое, является непосредственно наша метрика, которую мы выбираем для того, чтобы для того, чтобы в принципе понимать, какие параметры хорошие, какие параметры плохие. кстати говоря, эту метрику мы можем передавать в параметр скоринг. Для исследований в рамках FIDO это была реализована задача классификации, поэтому в данном случае скорингом являлась площадь под кривой. Однако и этот подход по методу байса точно так же реализован в библиотеке Scikit-learn его можно свободно использовать, интерфейс у него далеко знакомый и что еще стоит отметить, так это то, что это не единственная его реализация, а существует еще одна библиотека Hyperopt, ее исследование не было произведено в рамках создания данного фреймворка, однако этому ничто не мешает, в принципе обратиться к документации и посмотреть, как работает данный подход. Еще одним из информативных способов поиска моделей является horse-to-find, и на самом деле он представляет собой такую совокупность random search и grid search, каким образом у вас существует какое-то пространство поиска параметров, оно большое, и для большого пространства поиска целесообразнее иметь random search, применять random search, и найдя какую-то определенную область, в которой более-менее параметры улучшают наши предсказания, улучшают наши метрики, вторым этапом как раз-таки производится поиск при помощи grid search на вот этом урезанном пространстве. Однако данный подход скорее всего был реализован для оптимизации в принципе совокупности этих двух подходов и не имеет особой популярности. Еще одним способом является применение даже генетического алгоритма, и одним из таких примеров является применение такой способ применяется в TML фреймворке T-POD, который использует генетический алгоритм в качестве оптимизации не только моделей, но и гиперпараметров. Следующим шагом, который бы хотелось обсудить, это тот момент, когда мы сталкиваемся с тем, что наша модель она не реализована в Scikit-learn, она получена в результате моделирования на данных, она получена в результате оптимизации предыдущих моделей, говоря об архитектуре, о возможностях рамках FEDOT, существует такой процесс атомизации, который в принципе позволяет найденное решение, то есть найденную цепочку превратить в по сути как в одну модель и несмотря на то, что внутри себя она представляет комплекс моделей, в дальнейшем она может использоваться как одна целостная модель для дальнейшей оптимизации, для дальнейшего исследования и таким образом мы сталкиваемся с тем, что наша модель имеет другой интерфейс, несмотря на то, что может иметь те же методы FIT и PREDICT, однако использовать готовые random search и grid search из Scikit-learn скорее всего мы уже не можем. И единственное, что остается это реализация так называемого кастомного способа, который обладает рядом преимуществ, то есть он учитывает возможно лучшие способы поиска параметров, может учитывать особенности в этой кастомизированной модели и в целом реализовав один раз такой такой алгоритм можно понять логику работы всех вышеперечисленных алгоритмов за исключением каких-то тонких деталей по конкретному выбору. И в рамках FIDOT был точно также реализован такой кастомный поиск и был он сделан на основе случайного выбора моделей, кроме того этот выбор был все еще равновероятным, однако для понимания процесса вполне отличные результаты были получены. Хочется объяснить, рассказать про некоторые этапы, которые тут происходят, то есть изначально к нам поступает какая-то модель, которая имеет параметры по умолчанию, на которые обучаются на наших данных, и соответственно мы получаем какие-то предсказания на выбранных тестовых данных. Кроме того, для того, чтобы понять, насколько наша модель хороша, мы выбираем какую-то определенную метрику, и, как я уже говорила, то задача исследования была задачей классификации, а конкретно это была задача определения кредитспособности заемщика, то есть так называемая кредит скоринг задача, и ручным способом по истечению определенного количества итераций были получены лучшие параметры и соответствующая лучшая модель. Сделано это было таким образом, что мы на каждой итерации выбирали кандидатов в параметры, используя известную функцию random choice. Затем нам необходимо было назначить данные параметры конкретно нашей модели при помощи функции setAtr, то есть которая устанавливает значение атрибутов. Еще одним способом можно было бы допустим вытаскивать каким-то образом тип данной модели и создавать новый экземпляр, однако это имеет ряд последствий, а именно то, что некоторые гиперпараметры, которые мы не затрагиваем в оптимизации, но при этом они должны иметь какие-то дефолтные параметры, будут, скажем так, обнулены, и это тоже точно так же может повлечь за собой определенного рода неурядицы или в принципе плохие или в принципе ошибки. Поэтому мы использовали функцию setAtr, которая просто устанавливала необходимый нам параметр на необходимое значение. И затем для того, чтобы наша метрика была не скажем так, была получена не в ходе только одного запуска, мы использовали технику кросс-валидации и по результатам просто результат усредняли и в принципе этого было достаточно для того, чтобы понять в среднем новая модель способна выдать лучший результат или не способна. Напоминаю, что изначально наши лучшие параметры модели и лучшая метрика были выставлены как значения полученных с значениями по умолчанию. И таким образом проитерировавшись несколько раз мы получаем определенного рода параметры и модель. А кроме того, для того, чтобы удостовериться в том, что наш рукописный по сути с нуля тюнер был имеет, скажем так, валидные результаты, было проведено исследование в несколькой итерации и в принципе в данной таблице можно наблюдать определенные метрики, которые мы получили. Стоит обратить внимание на верхний сегмент, потому как именно он отвечает за вышеописанную задачу скоринга. и как можно наблюдать, что в принципе при единоразовом запуске готового random search метрика значительно улучшается и по истечении пяти итераций имеется в виду по истечении пяти прогонов оптимизации гиперпараметров была получена вот такого рода устойчивая метрика и надо отметить, что наш рукописный кастомный тюнер он точно также при единоразовом запуске дал весьма неплохой вариант и после также прохождения пяти итераций в принципе средняя метрика была выше нежели метрика при параметрах по умолчанию и единственное на что стоит также обратить внимание это то, что были допустим применены и другие техники такие как и гритсерч и по принципу байса однако гритсерч это в очередной раз говорим о том, что это очень высокая по вычислению процедура и результаты полученные по принципу байса оказались к сожалению неудовлетворительными то есть в процессе оптимизации параметров мы не получили прироста мы не получили лучшие метрики и это наверное говорит нам о том что отнестись к моменту построения пространства поиска нужно наверное еще внимательнее потому как возможно это пространство поиска избыточное по количеству значений или же оно избыточно по количеству необходимых параметров кроме того здесь были выбраны просто параметры которые в принципе известно что они влияют на результирующие данные однако мы не знаем насколько они в принципе влияют и говорить о том какие параметры являются более значимыми какими параметры являются менее значимыми это еще одна отдельная тема по оценке чувствительности параметров которую мы не будем затрагивать в рамках данной презентации однако стоит сказать что это еще одна целая ветвь исследований которые возможно точно так же приведут к улучшению процесса оптимизации гиперпараметров и в дальнейшем соответственно к улучшению результирующих данных и метрик но и на данном этапе наверное все что касается задачи оптимизации гиперпараметров и того как это было реализовано в рамках разрабатываемого фреймворка было озвучено единственное что осталось без внимания так это то каким образом мы можем применять различные реализованные подходы к поиску параметров такие как грейс или по принципу байеса или даже наш рукописный тюнер говорим о том каким образом мы можем использовать эти подходы в рамках архитектуры и на самом деле так как данный код и в принципе данный модуль был по большей части разработан для именно исследования области оптимизации гиперпараметров то настройка конкретного тюнера в принципе делается путем присвоения названия этого тюнера к атрибуту к соответствующему атрибуту который будет использован если мы выбираем тюнинг параметров и таким образом мы можем получить то что в принципе было продемонстрировано на слайде на экране с таблицей на самом деле это наверное все что я хотела бы сегодня рассказать и по сути благодарю за ваше внимание спасибо спасибо Продолжение следует...